МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правила золотого часа для пациентов из Муравленка сократили сроки экстренной госпитализации. Замена сетей, плановые ремонты и модернизация коммунальных объектов, как готовят город к зиме. Новая достопримечательность. Художники нарисовали мурал с изображением краснокнижных животных Ямала. Здравствуйте! Информационная картина недели в нашем итоговом обзоре. Расскажем о главных событиях минувших 7 дней. В регионе постоянно растет число многодетных семей. Сегодня их уже более 16 тысяч. Внимание семьям с детьми на Ямале особое. Только по линии социальной защиты им предоставляется около 30 мер поддержки. Родители получают региональный материнский капитал в размере 500 тысяч рублей, подарочный набор малышу Ямала или электронный сертификат на покупку детских принадлежностей номиналом в 32 тысячи. Ежегодно многодетные семьи могут бесплатно оздоравливаться в центре Большой Тараскуль в Тюмени, раз в три года пользоваться компенсацией за отдых. Также ежемесячно многодетным перечисляется компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 30%. А ко дню знаний полагается выплата на школьников. На этой неделе в преддверии Дня семьи любви и верности, поздравления с рождением малышей и сертификаты на региональный материнский капитал получили многодетные семьи. Благополучие и счастье родителям пожелала глава города Елена Молдован. Рассказывает Татьяна Козырь. «Ямал должен стать лучшей территорией детства», сказал губернатор Дмитрий Артюхов в своем ежегодном докладе. Все предпосылки для этого есть. Каждый год в округе растет численность детского населения. Каждый четвертый житель Ямала – ребенок, а каждая третья семья – многодетная. Это продолжение нашей с вами жизни. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы решились на этот шаг, за то, что вы соблюдаете, сохраняете в нашей замечательной стране традиции многодетности. А они у нас давние, замечательные, добрые, хорошие. Поэтому будьте, пожалуйста, для всех примером. Региональный маткапитал на Ямале – самая значимая мера поддержки. Предоставляется она с 2012 года. Сейчас размер выплаты на третьего и каждого последующего ребенка составляет 500 тысяч рублей. А с 2020-го 150 тысяч стали получать и родители вторых детей. Мамы признаются, что благодаря столь ощутимой поддержке государства у них нет проблем с жильем. Еще пока мы не решили, на что мы его потратим, ну, я так понимаю, что его можно использовать только на приобретение жилья на Ямале. Ну, будем что-то думать, потому что дети растут все-таки, нужно как-то помогать им по возможности. И такая поддержка от государства, конечно, это прям большое подспорье. Мы планируем оставаться здесь, у нас в городе Муравлинка. Нам здесь очень нравится. Мы здесь уже привыкли, детям тоже очень нравится. Нам нравится, что город меняется, меняется в лучшую сторону. У супругов Левда двойное пополнение. У них родились две дочери. Выплату они получили в двойном размере. В 2021 году мы приобрели трехкомнатную квартиру в ипотечный заим. И у нас на сегодняшний день как раз сумма по ипотеке составляет миллион рублей. И мы этими сертификатами сейчас закроем ипотеку. То есть огромная поддержка такая хорошая. Очень спасибо большое за поддержку многодетных семей. Встреча продолжилась за чашкой чая, где мамы и папы беседовали с главой города в теплой обстановке. Обсудили вопросы воспитания детей, медицинское обслуживание и меры поддержки. Еще многодетные семьи могут воспользоваться такой льготой, как жилищно-коммунальная выплата. На каждого ребенка-школьника выплачивается единовременное пособие к 1 сентября. Кроме того, многодетные семьи могут отдохнуть и оздоровиться за счет средств окружного бюджета один раз в три года. В этом случае возмещаются расходы в размере 1600 суток в течение 21 дня отдыха. В Муравленко проживают 750 многодетных семей. И с каждым годом их становится больше благодаря достойной поддержке, которая открывает широкие возможности для детей и родителей. Татьяна Козырь, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Коммунальные службы города готовят системы жизнеобеспечения к следующему осенне-зимнему сезону. Летом филиалу «Ямалкоммунэнерго» в городе Муравленко «Тепло» предстоит провести комплекс ремонтных работ на сетях тепловодоснабжения и водоотведения. Подробности в следующем сюжете. Каждое лето коммунальные службы города проводят целый комплекс работ. Ремонтируют оборудование, промывают сети тепловодоснабжения. В этом году ресурсоснабжающей организации предстоит заменить порядка 7 километров трубопроводов. Работа кипит на разных участках города и промзоны. Порядка 7 километров мы стараемся менять ежегодно. В этом году тоже не отличается особо от предыдущих периодов. Также мы работу ведем по магистральным сетям. В основном сейчас эти работы проводятся на промышленной зоне, так как в городе у нас магистральные сети уже все поменены в течение времени, так как мы долго занимаемся ремонтами магистральных тепловых сетей. Ну и те работы, которые мы проводим во внутриквартальных сетях касаются микрорайона, новой застройки – это микрорайон Малобежный. А это больничный городок. Напомню, по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в регионе стартовал проект по благоустройству их территорий. Преобразования пройдут поэтапно до 2028 года в разных муниципалитетах. Муравленковские коммунальщики уже сегодня перекладывают здесь сети, чтобы в будущем строители могли приступить к работам. Замена будет производиться от тепловой камеры, расположенной возле центрального теплового пункта, до здания хирургического комплекса. Общая протяженность новых сетей будет составлять по этому участку более 500 метров. Предприятие постоянно проводит модернизацию производственных мощностей, что способствует повышению качества услуг. Так, например, коммунальщики возводят новый центральный тепловой пункт 6Б в промзоне. Этот ЦТП придет на замену пятой котельной, которая морально устарела и подлежит ликвидации. Строительство ЦТП проводилось в два этапа. Первый – возведение конструкции. Его завершили в прошлом году, а в этом приступили к внутренним работам. Завершить стройку коммунальщики планируют летом. Модернизируют и котельную, обогревающую сооружение канализационно-очистной станции. Техоперевооружение котельной, которое расположено на канализационно-очистных сооружениях, так называемом нашем КОСе. Мы хотим ее перевести в автономный режим путем установки двух водогрейных котлов. И, соответственно, проведя комплекс пусконалаточных и режимно-налаточных работ в габаритах того же помещения, которое сейчас существует. Уже завершились работы на водозаборе. Здесь в рамках инвестиционной программы предприятия обновили резервуары для чистой холодной воды. В этом году мы завершили полностью этап этой реконструкции. То есть всего на водочных сооружениях четыре резервуара, объемом 2000 метров кубических каждый. Подрядная организация, в принципе, у нас была та же, которая и проектировала эти мероприятия. И, соответственно, они были на этапе реализации. Это подрядная организация из Тюмени. В принципе, качеством работы мы полностью удовлетворены. Замена резервуаров – это не только повышение надежности системы водоснабжения города, это еще и улучшение качества воды, которая поступает потребителям. Впереди у коммунальщиков еще два напряженных летних месяца работы. Отключение горячей воды и остановка котельной на ремонт запланировано на вторую половину июля. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Лето – горячая пора и у управляющих компаний города. Сегодня они проводят плановые ремонтные работы по подготовке жилого фонда. Ремонтируют внутридомовые сети, подъезды, заделывают межпанельные швы. Подробности в следующем сюжете. Перечень работ традиционный – это утепление межпанельных швов и балконных примыканий, косметический ремонт подъездов и входных групп, кровельные работы, промывка внутридомовых сетей. Весь план работы формируется на основании весеннего осмотра жилых домов техническими специалистами и письменных заявок, поступающих от жителей. В летний период у нас в основном проводятся работы – это ремонт швов. На этот год у нас запланировано по швам выполнить 6 тысяч погодных метров. Это объемные работы. На данный момент работают у нас два звена. Единственное, конечно, сейчас нам эту неделю погода не давала, поэтому работы немножко были приостановлены. На сегодняшний день по межпанельным швам уже выполнена почти половина от заявленного объема. Однако фронт работ еще большой, и необходимо успеть закончить все до наступления холодов. В разгаре и косметический ремонт подъездов. В среднем на каждое уходит около двух недель. За это время рабочие штукатурят и красят стены, белят потолки. При необходимости могут заменить входные двери и поврежденные перила. Мы, естественно, хотим, чтобы вас встречал чистый подъезд и чистый фасад. Мы проводим большое количество подъездных. Сейчас у нас порядка 30-40 подъездов мы в среднем стараемся выполнить за год. Помимо ремонта фасадов и подъездов, бригады производят и срочные работы, выезжая на заявки жильцов. Так, например, ремонт кровли в дождливый период требует быстрой реакции от управляющей компании. Своевременная отработка заявок. То есть жильцы напрямую контактируют с управляющей компанией, с мастерами. Звонит диспетчерская служба, если появилась заявка, мы ее сразу отрабатываем. Либо пишут заявление. Заявление мы тоже отрабатываем и устраняем все недочеты. Промывка сетей тепловодоснабжения и проверка их герметичности – важная часть подготовки многоквартирного дома к зиме и отопительному сезону. Управляющие компании уделяют этому процессу особое внимание. Также сейчас выполняются работы по подготовке к зиме – это промывка тепловодоснабжения внутридомовых сетей. Значит, у нас там на промывке 159 домов стоит. Выполнено 67 домов уже промыто. Работы по текущему и плановому ремонту продлятся все лето и продолжатся осенью до тех пор, пока будут позволять погодные условия. Наталья Матюшкина, Дмитрий Еписеев, Сергей Лукович, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. На Ямале совершенствуется схема маршрутизации для пациентов с острыми сосудистыми заболеваниями. Теперь муравленковцы с острым коронарным синдромом по скорой помощи будут госпитализированы в региональный сосудистый центр Ноябрьска, минуя приемный покой Муравленковской городской больницы. Рассказывает Наталья Матюшкина. Прямой маршрут перевозки пациентов из Муравленка в Ноябрьск позволяет значительно сократить время оказания экстренной медпомощи до стандартов «золотого часа». Сегодня муравленковцы с инфарктами и инсультами уже доставляются в сосудистый центр, где есть возможность провести оперативное вмешательство. Если врач скорой помощи подтверждает, делает определенные выводы, сообщает о маршрутизации к нам пациента, везут его к нам и проводят в машине скорой помощи все мероприятия. Такое взаимодействие регионального сосудистого центра Ноябрьска с Муравленковской городской больницей наладили совсем недавно, а результат уже налицо. С начала реализации программы были экстренно транспортированы и своевременно прооперированы трое муравленковцев. Учитывая уже отработанную маршрутизацию, все пациенты у нас живы, здоровы, проходят реабилитацию и необходимую медицинскую помощь. То есть продолжают ведение своей полноценной жизни. Как себя чувствуете? Рассказывайте. Чувствуюсь. Ничего не успокоит после того, как выписались. Агахан Мамедов 5 июня обратился в скорую помощь с жалобами на сильные боли в области желудка. Мужчина был уверен, что отравился. Однако опытный врач скорой помощи Наталья Ващенко распознала патологию сердечно-сосудистой системы. Ну, конечно, сразу сняли электрокардиограмму. И наши предположения, к сожалению, подтвердились, что это острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ, что это инфаркт трансмуральной миокарда. Посмотрев, понаблюдав за пациентом, стабилизировав его состояние, мы приняли решение транспортировать его в кардиологический центр города Ноябрьска. В Муравленковской городской больнице ведется работа в области профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это диспансеризация и профосмотры. Но если момент Х все же наступает, его исход решает слаженная работа медиков. Вот эти 140 километров, полтора часа мы не отходили от пациента. Мы постоянно наблюдали за его генмодинамикой. Это артериальное давление, пульс, насыщение крови кислородом. Мы снимали постоянно кардиограмму. Мы следили за его динамикой развития заболевания. Спустя три недели Агахан Мамедов уже находится дома. Он поставлен на учет у врача-терапевта и проходит завершающий курс лечения. Чувствует себя хорошо и благодарит всех, кто принимал участие в его спасении. Самое главное – беречь себя, здоровье, выполнять все рекомендации, не пропускать прием подбор. Для транспортировки пациентов в Ноябрьск созданы все условия. Автомобили оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких, инфузиоматом, аппаратом ЭКГ и другим жизненно необходимым оборудованием. Ну и такой явный показатель для этого в наших автомобилях – это дефибриллятор-монитор. Мы его используем, когда, как правило, если это очень тяжелый пациент, либо если это пациент с так называемым острым коронарным синдромом. Наталья Матюшкина, Юлия Сидорюк, Андрей Нагибин, Сергей Лукович. Новости Муравленко. В Муравленко в начале лета стартовали курсы тактической подготовки. Их организовала некоммерческая организация Центра развития туризма и молодежи «Ямальский ход» совместно с МКМИ. Занятия пользуются популярностью у жителей самого разного возраста. Подробности расскажет Татьяна Бойко. Камуфляжная форма, разгрузочный жилет, балаклава, шлем, перчатки. На рубеж курсанты выходят только в полной экипировке. К стрельбе готово. Курсы тактической подготовки можно посещать с 14 лет всем желающим. Примечательно, что в команде преимущественно представительницы слабого пола. Хотя глядя, как уверенно они держат в руках учебный автомат Калашникова, слабыми их уж точно не назовешь. По счету это уже седьмая встреча. Всего за курс обучения курсанты пройдут 10 занятий. Первые уроки были, скажем так, обучающие. Мы учили жителей, как вообще пользоваться этими приводами, как стрелять, как заряжать, перезаряжать. На следующих занятиях мы уже учили ребят перемещаться с оружием, правильно целиться. Благодаря грантовой поддержке для проведения курсов тактической подготовки было закуплено все необходимое снаряжение и оборудование. Экипировка, страйкбольные пистолеты и приводы. Также вот мы докупили сюда коллиматорные прицелы, чуть больше, чтобы ребята научились ими пользоваться. Также мы на занятиях отрабатываем стрельбу как и без прицела коллиматорного, так и с прицелом. Вот именно по самой планке. Земфира Космылина – человек с активной жизненной позицией. Она и донор, и волонтер. Пройти курсы тактической подготовки – ее личная инициатива. Курсантка схватывает все на лету. Научилась не только ловко собирать и разбирать оружие, но и метко стрелять. Понимаем, как вылетит пуля, с какой скоростью. При этом ты понимаешь, какая нужна стойка, ну и чтобы попасть в цель. Основы точного выстрела освоила и Альбина Кротюк. Любопытно, что курсы она посещает вместе с супругом и сыном. Вообще никогда в жизни не держала в руках автомат, никогда не разбирала. Сейчас научилась его разбирать, собирать. Ну, стрелять более-менее умела. Сейчас, наверное, навыки только улучшились. Подобное занятие – просто находка для курсантов НВП. И для тех, кто уже прошел первый курс обучения, и для тех, кто записался на второй. Да и в принципе, такие уроки пригодятся любому мужчине. Считая данные курсы полезными, они позволяют обновить знания тем, кто уже давно служил в армии и подержать в руках оружие, вспомнить тактическую подготовку. И также полезно тем, кто не служил в армии, приобрести навыки обращения с оружием и навыки работы в группах по тем или иным задачам тактической подготовки. Курсы тактической подготовки рассчитаны на один месяц. Стойка стрельбы номер один. Золотарел готов. Стрельбом приступить. В новую достопримечательность превратилась малопривлекательная стена дома номер 5 на улице Дружбы народов. Теперь ее украшает мурал с изображением исчезающих краснокнижных животных Ямала. Подробности у Татьяны Бойко. Этот мурал, который находится за мной, он символизирует бережное отношение к животным и к природе в целом, потому что там изображены ямальские животные, которые находятся в Красной книге. Как наседание о том, что нужно беречь природу, те, кто находятся рядом с нами, и в общем с любовью относиться к тому месту, где мы живем. Масштабный рисунок делорук Алексея Таракина. Он представляет команду «Стенка». Это коллаборация художников, иллюстраторов, дизайнеров. Их холст – любая поверхность. В данном случае это стена дома площадью 160 квадратных метров. Кстати, не самая большая для настенной живописи. Как и у любого художника, у Алексея есть свой стиль и почерк. Он любит работать в 3D-технике. В 3D-картинке я заметил, это не только что у меня получается. Я вижу отклик от прохожих, в целом от людей. И я стараюсь с этим только и работать, потому что я вижу прогресс в этом всем. Мне нравится еще сама по себе реакция людей, что я могу оптически чуть-чуть обмануть зрителя. Это, наверное, такой эффект, который меня также привлекает. На настенную живопись потребовалось 7 дней и примерно 300 баллонов краски. Это мобильный материал, который можно… Не нужно электричество, не нужна вода, валики, это все грязь, кисти, все это отмывать. Это просто берешь вот этот инструмент, и он у тебя работает в абсолютно любых погодных условиях. Пшикает в дождь, в холод, в жару. Мы не зависим ни от чего, кроме как нам нужна высота. Жители окрестных домов и водители проезжающих автомобилей с интересом следили, как преображается стена обычной многоэтажки. А сколько еще человек увидит работу художника, даже и не сосчитать. В этом и есть феномен и ценность муралов в открытости. Ведь любоваться рисунком могут все желающие в любое время дня и ночи. Я в этом доме живу, и мне очень нравится то, что начали делать такие изменения в домах. Потому что раньше это был обычный серый дом, нудный, ничем не примечательный. А теперь решили изменить. Мне это очень понравилось. Очень хорошо, красиво. И для детишек хорошо, и для взрослых нормально. Я скажу, что художник создал эту картину с энтузиазмом. Все выполнено очень красочно и гармонично. А также то, что данная картина нарисована в том самом подходящем месте, где она и должна быть. Мне очень нравится то, что вот такие вот дома, которые когда-то просто были такими серыми, невзрачными. Их начинают вот эти вот граффити реалистичные, красивые рисовать. И вот сам художник. Вот там тоже еще дом стоит один. Когда я увидел, вообще такая красота. Мне вот нравится это. Гигантское граффити – лишь один из этапов масштабного арт-фестиваля «Город в сердце каждого». Авторы идеи – региональная общественная организация развития молодежной политики, культуры и спорта – перспектива. А воплотить задумку в жизнь удалось благодаря поддержке администрации города, а также компании «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города». Татьяна Бойко, Сергей Лукович, Новости Муравленко. Такой была информационная картина минувшей недели. Еще больше новостей на нашем сайте. Муравленко24.ру